Здравствуйте, дорогие друзья! Хризантема мультифлора, цветок, который довольно капризный в плане зимовки. У многих-многих стоит вопрос, как сохранить зимой это растение. И в этом видео я вам расскажу о способе, как его сохранить, не выкапывая куст с его постоянного места жительства. Существуют разные способы при выкапывании. Первое, это, конечно же, занести в зимнюю теплицу, где постоянно плюсовая температура. Это 100% вариант, лучше всего. Далее можно выкопать корневую систему и хранить ее в погребе, то есть во влажном, темном помещении, где температура будет тоже низкая, очень плюсовая, где растение просто зимует. Просто корневая система отдыхает, чтобы весной уже начать свои новые побеги и наращивать новые черенки. Сложность хранения растения таким образом в погребе состоит в том, что в погребе очень высокая влажность. И если неправильно поливать этот земляной ком, то есть немного его перельешь, растение не справляется с этой влагой, корневая система начинает подгнивать, плюс различные грибки, то есть не всегда получается сохранить таким образом растение. Вот, и теперь давайте разбирать, как же сохранить растение, чтобы его не выкапывать. Хризантема выдерживает температуру сам куст. На моем опыте минус 2, ничего вообще с кустом не случится и цветки даже не побьет таким морозом. Куст будет продолжать развиваться, бутоны будут продолжать распускаться, будет красивое растение. Если ниже температура до минус 5, то просто побьет морозом наши цветки, которые почернеют, и листья, которые опустятся. Но сам куст будет живой даже при минус 5 и даже при минус 10 градусов, даже если корневую систему не накроет снегом. Куст все равно выживет при таких температурах. Далее, после того, как морозы уже прошлись по нашим растениям, растение уже все некрасивое, цветки почернели, необходимо приступать к подготовке к зимовке самого куста, корневой системы. Главная ошибка будет состоять в том, чтобы обрезать растение, оставить пенек 10-15 см и ничем не укрыть. Тогда растение рискует, конечно же, замерзнуть, замерзнуть корневая система и погибнуть. Но нужно просто немножко поработать и предварительно укрыть растение. Я укрывал сухими ветками. Ветками этого же растения с хризантемой, которые были поломаны, аккуратно укрыта корневая система и по бокам немножко присыпана черноземом. Далее выпадает слой снега и под этим всем зимует наша хризантема. У нас, мы проживаем в Воронежской области, перезимовали абсолютно все сорта хризантемы таким способом в этом году. А также некоторые подписчики мои писали, что хризантема хорошо зимует, если вообще ничего не делать, куст не убирать. И сам куст старый, сухой, вместе с цветами, он будет служить укрывным материалом для нашего растения. То есть будет спасать от морозов и плюс еще снегом укроет растение таким образом у многих зимой. То есть не делаем никаких обрезок, оставляем все как есть, обрезку делаем уже весной. Но я бы, наверное, все-таки еще предпочел бы по бокам немножко присыпать землей корневую систему. Важный момент, который необходимо понимать перед тем, как приступать к укрытию растения, это то, что хризантема очень боится запревания. То есть нельзя допускать такого, чтобы там была сильная влажность, особенно когда нет морозов. Растение просто запреет и погибнет. Поэтому укрывать разными пленками, такими сильными укрывными материалами не рекомендуется. Это у меня фрагмент видео весеннего, когда я занимался черенкованием хризантемы. То есть, друзья, если вы куст этот оставите, сохраните на следующий год, вы сможете самостоятельно снять с него столько черенков, сколько нужно, и вырастить целый сад, огород этих растений с одного маточного куста. То есть столько, сколько черенков сможете с него собрать. Ролик про размножение хризантемы черенками оставляю в конце этого видео. Кому это нужно и интересно, переходите и смотрите. На этом я буду прощаться с вами, друзья. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, если видео понравилось. А также приглашаю в гости на мои социальные сети. Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники. Все ссылки в описании под этим видео. Всем пока, увидимся в следующих видео. Продолжение следует...